всем привет меня зовут женя кто забыл дело в том что я давно не снимала такого рода видео для своего канала поэтому наверное все про меня забыли и отписались дело в том что у меня был такой небольшой период жизни я не хотела снимать я вернулась с лондона и у меня была депрессия до вчерашнего дня я думаю что многие из вас меня поймут то что я очень давно снимаю иногда хочется просто сделать перерыв перерыв у меня можно сказать был такой небольшой может быть две-три недельки но вот так как то последнее видео у меня это влоги из лондона и все вот и все но я очень рада на самом деле я безумно соскучилась я прям очень-очень хотела наконец-то начать снимать вот я вернулась и буду снимать теперь с новыми силами ну что ж сегодняшнее видео будет о покупках из лондона плюс я немного расскажу про лондона своих впечатлениях о своем обучении кто не знает я две недели была в лондоне на обучении английский язык я учила плюс ко всему этом гуляла снимала влоги это было очень крутой период моей жизни на самом деле если говорить о впечатлениях от лондона то я просто без ума от него я в него влюбилась также как в японию для меня лондон теперь это что-то такое незабываемое что-то такое мега крутое и на самом деле я просто в восторге от лондона несмотря на то что там была ужасная погода а еще там очень дорого вот несмотря даже на это все равно там очень-очень круто когда в жизни я не встречала в одном месте такое знаете количество интеллигентных мужчин ну по крайней мере англичане они может быть в жизни там с женой дома может быть они там сумасшедшие да но где-то на улице в обществе они очень галантные интеллигентные элегантные и меня это просто поразило насколько мужчины там умеют одеваться разговаривать какие они манерные это настолько вас завораживает что вы думаете боже где живу кто меня окружает почему здесь со мной также не обращаются например как обращались со мной там может быть это сейчас странно прозвучит потому что я замужняя женщина да но я предпочитаю говорить трезво о вещах и говорить так как есть может быть моему мужу это будет уроком таким небольшим а потому что ему постоянно говорю вот англичане такие англичане сики и знаете вот я вернулась домой постоянно мы смотрим какие-нибудь фильмы там сериалы и постоянно лондон во всех фильмах вот как будто знак судьбы лондон 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 все действия фильмах происходит в лондоне когда я была на лондон а я смотрела вниз и я понимала что именно здесь снимали джеймс бонда последнюю часть я была просто в восторге от этого у меня были мурашки по всему телу потому что это было совсем недавно фильм только недавно вышел я здесь лондоне и все эти моменты это было круто не забываем себя сейчас полетела лондон то мне бы сейчас сто раз дороже все обошлось что курс сумасшедший стал очень очень все дорого даже та же одежда также одежда в заре она все в фунтах а если в америке она в долларах если у нас она в тенге если у нас все старая коллекция пришла по старому курсу то можно дешевле немножко купить что там все дорого все фунтах и если скидки то незначительные расскажу немного про курса своих впечатлений в конечно двух недель мало мало обучения английского языка но само обучение она просто великолепная преподаватели настолько легко преподносят информацию я уже об этом говорила все в такой пани братской какой-то дружеской обстановке очень очень весело и круто на уроках очень интересно вам охота учиться вам охота приходить и это круто если вы будете жить в лондоне там например работать то обучение это совсем недорого будет стоить вы можете параллельно там утром или вечером выбрать приходить уровень моего английского не самый низкий а после самого первого наверно второй там general называется ну как-то так в лондоне я гуляла по оксфорд-стрит это шопинг улица огромная и увидела огромный гипермаркет супермаркет двухэтажный там было очень много одежды причем недорогой но для нас если переводить из фунтов в тенге то там принципе не дешево было для местных жителей в лондоне это считался достаточно такой бюджетный магазинчик и там был дурдом просто он был двух- или трехэтажный там очень много вещей и кстати разные свитшоты с новогодние также лишь ты не купила рождественские тому а красные санта-клаусами с оленями блин я что-то ходила ду ой наверное у нас тоже будут ничего подобного мы вчера ходили по магазинам я нигде такой свитшоте нашла обидно вот и там купила я вот этот клатч он мне очень понравился он я не помню примерно 16-20 фунтов он стоил и он очень красивый он обшит бисером мне понравилось сочетание серебра и бирюзы мне показалось что он очень стильный этот клатч сзади аля кожа но я думаю что это эко-кожа небольшая предыстория про это пальто я вам сейчас расскажу где его купила дело было так по лондону я гуляла-гуляла несколько дней поняла что сейчас в моде бежевое пальто да но я увидела что все поголовные девчонки в бежевых пальто длинных бежевых пальто кэмол там не за беж коричневые любые оттенки коричневого я хотела найти что-то такое эксклюзивное и необычно но недорогое у меня там был определенный бюджет я начала ходить я заходила реально во все бутики по все девчонки его честно я ходила наверное часа три я ходила ходила бродила перемирила множество вещей но в итоге в идеале ничего для себя так и не нашла там была трехэтажная зара это было вообще что-то захожу я в топ-шоп там такой был топ-шоп что просто мне не снилось вам и не снилось по сравнению с нашим топ-шопом это небо земля я пошла в наш топ-шоп и поняла что там очень старая коллекция почему-то до сих пор не завозят может быть из-за девальвации может быть из-за того что у нас сейчас происходит с долларом но вещи к нам не завозят ну старье одним словом вот и в топ-шопе в лондоне я увидела на манекене то есть это по моему последняя коллекция вот это пальто оно настолько необычное что просто я когда я увидела я начала сомневаться сначала я подумала вау это оно все потом когда я его померила я начал сомневаться а может быть я хочу более такое элегантное женственное а потом думаю ладно я еще успею в элегантное женственное поодеваться дать когда мне будет 40 а сейчас я хочу что-нибудь модно современно тем более в лондоне и тем более нигде такое пальто не видела понимаете во всех вот во всех я магазинах была и я в него просто влюблена а сейчас в него влюблены наверное многие мои знакомые многие друзья многие подписчики спереди она бежевая а сзади она черная но вы можете представить себе такое красивое пальто может быть вам она не понравится но кому-то за но я его просто обожаю но для меня она очень круто оно длинное но тело это пальто состоит на 79 процентов из шерсти когда я ходила на курсы там японцы парни были просто восторга и они мне фотографировали говорили где такое классное пальто ты купила я говорю в топ-шопе они все говорю ли как в топ-шоп игр в вот так этому пальто я купила себе вот такой шар vision я купила говоря шашку 1 я взялась под цвет вставки оранжевый ярко-оранжевый он оранжево красный очень красивый цвет очень яркий цвет такое знаете кирпично оранжево-красный что-то в этом роде я Я его сразу взяла вместе с пальто и подумала, что круто сочетается, потому что вставка оранжевая. Но на самом деле смотрится, наверное, чересчур перебор, как говорят, too much. Но потом я решила что-то поспокойнее выбрать и взяла себе просто бежевый шарфик. Кстати, все англичане ходят в шарфиках, все абсолютно. Фирма Джонстонс, Made in Scotland. Еще я не выдержала все-таки и купила себе чемодан Samsonite. Я купила не самый большой размер, потому что самый большой, он нереально огромный. И я боялась, что когда я его заполню, то у меня будет по-любому перевес. Поэтому я взяла, который после него, Cosmopolitan, по-моему, моя модель называется, серебристый. Очень красивый чемодан, стильный. На него были скидки, так что я его купила немного дешевле, чем на официальном сайте он стоит. Его одним пальцем можно катить. Он настолько клево продуманный. Он очень вместительный и легкий. Потому что до этого я говорила, нафиг он мне нужен, вдруг его украдут. И жалко, столько денег. Но я поняла, что я очень часто путешествую, часто летаю. Что мне нужен? Такой чемодан, все-таки как-никак он клевый. И я знаю, что на него есть гарантия мировая. То есть в любой стране, если он у вас сломается, вы можете подойти там, где сервис служба, сдать этот чемодан. И вам все починят совершенно бесплатно. И прекрасные ботфорды выше колен. Но с моим ростом они, конечно, не супер выше колена. Но немножко выше колен. От Aldo. Я хотела специально себе не на слишком высоком каблуке. Там были, конечно, шикарные модели на вот такой шпиляке. Но я подумала, что зимой это как-то непрактично. Тем более, я много гуляла пешком. И мне хотелось что-то на таком комфортном, стандартном каблучке, чтобы и не совсем прямая подошва была. Полгода назад я познакомилась с Jo Malone. Мне подарили парфюм. По-моему, Pion называется. Мне он вообще не подошел. Я подарила его своей свекрови. Кстати, она от него в восторге и в восторге от его стойкости. Она мне все уши поражала, что давно у нее не было такого стойкого аромата. И от него без ума несколько суток на вещах он держится. У меня была целая коробка пробничков. Я решила эти пробнички взять с собой в Лондон, чтобы не тащить огромные бутыли парфюма, а использовать эти пробнички. Плюс каждый день новый аромат. Круто, да? Что вы думаете? В один пробник я влюбилась. Я еще даже не все попробовала. Когда я наносила на себя этот пробник, я была просто в восторге. Я поняла, что именно этого аромата мне не хватает. Он настолько приятный, он настолько свежий, легкий и красивый. Он вообще не навязчивый. Подойдет на лето, на зиму. Вот знаете, всем любительницам свежих цветочков, персиков, еще чего-то он не слишком сладкий. Парфюм очень-очень легкий. Конечно, стойкость у него не шикарная. Я думаю, что он держится часа 4 максимум. Этот магический аромат называется Нектарин Блоссом Энд Ханни. Ханни, мед, вообще не чувствую. Я приобрела 30-ку, потому что 100 мл стоит очень дорого. По крайней мере в Лондоне, потому что все в фунтах. Я решила обойтись с 30-кой. Как раз можно бросать в сумочку и носить с собой. Это очень удобно. Если я без него не смогу жить, тогда я, конечно, буду копить денежки на соточку. Еще я приобрела хайлайтер от Dior. Рождественская коллекция 2015-2016. У меня 01 бронзовый. По сравнению с предыдущей версией рождественской, у него намного меньше блестки. Блесточки очень-очень невидимые, очень-очень мелкие. Хайлайтер очень-очень маленький. Здесь всего 6 грамм, но достаточно тяжелая такая упаковка, потому что металл. И он был в чехле, вот в таком бархатном. И к нему шла еще вот в дополнительном здесь кармашечке, кисточка. Ну, знаете, если вы безумная фанатка косметики, то очень стильная, красивая упаковка у этого хайлайтера. Что еще можно сказать? Конечно, есть намного круче аналоги, дешевле и круче, чем это. Но если вы просто фанатеете, вы любите собирать красивую косметику, обкладывать ее вокруг себя, тогда покупайте. Люблю я закрашивать свои волоски на бровях в коричневый цвет. И решила попробовать тушь от EF Saint Laurent. У меня номер 2. И скажу, что она чуть-чуть хуже, чем моя тушь от японской косметики Kate, которая в 3 раза дешевле. Но неплохая эта тушь для бровей, потому что я не встречала ни в одной марке нормальную тушь для бровей. Ни в люксовую, ни в масс-маркете. Только либо у корейцев, либо у японцев. А здесь я встретила EF Saint Laurent, решила попробовать. Она действительно коричневая, закрашивает волоски. Классно работает она. Ну, мне она нравится. Да, но сама упаковка у нее большая. Я привыкла, что делают поменьше немного для бровей туши. И плюс ко всему, она не так работает, как у японцев. Чуть-чуть хуже. Но если вы ищете, не можете найти, то посмотрите в EF Saint Laurent. Так как Shiseido японская косметика, я решила попробовать подводку от Shiseido. Тоже моя любимая кисть. Здесь выдавливается все это дело. Но я не скажу, что я в диком восторге. Ни одна подводка до сих пор не может переплюнуть мою подводку японскую от фирмы Kate. Ой, ну что, девчонки, вот и все. Мои покупки на сегодня закончились. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И хочу немного сказать о предыдущем конкурсе. Я знаю, что многие немного обиделись на то, как я выбирала победителей. Победителей я выбирала случайным образом, через рендом, Лизу Нейр. И я читала ваши комментарии. У меня было, под этим видео было 6 с чем-то тысяч комментариев. Можете представить. Я когда их начала читать, особенно в начале, я читала, читала, читала. Потом я просто, наверное, сошла с ума. Я уже вот так на автомате все прочитывала, прочитывала. Многие, 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 многие очень классные вещи писали. Кто-то стихи писал, кто-то писал пожелания, кто-то просьбы, кто-то молил, чтобы я дала им. Когда я читаю вот так вот стихи-стихи, потом кто-то очень просит, вот я бедно живу, у меня нет денег, пожалуйста, подари мне, я буду счастлива, ты мне там жизнь спасешь. Ну, примерно так это, да, звучит. Я думаю, ой, я, наверное, этому человеку подарю. А потом я начинаю просто прокручивать вверх комментарии, смотрю, что таких людей сотни, сотни. И у многих нет денег. Я поняла, что я не могу просто взять и выбрать. Сотни написали просьбу, сотни написали стихи, тысячи приятных предложений и слов. И представляете, как трудно выбрать всего двоих самостоятельно. То есть это, если отфильтровать из шести тысяч, взять нормальный комментарий, там, полноценный, красивый, то это получится, там, к примеру, даже две тысячи, да. Но даже из этих двух тысяч попробуйте выбрать два человека. Это просто нереально. Я решила поступить справедливо, и чтобы потом вы меня не осуждали, вот почему ты выбрала его стих. Вот мой стих был намного круче, намного больше, намного поэтичнее, чем его, вот ты его выбрала. Понимаете, вы начинаете же докапываться до всего. Я решила сделать так. Я посчитаю, что я поступила правильно, случайным образом я выбрала победителя, и все было честно и нормально, да. То есть никто не в обиде. Выиграли две девочки, я им уже отправила посылочки. Буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я буду снимать, обещаю, почаще. У меня много-много тем, я уже составила себе огромный список. Я знаю, что вы ждете еще парочку, именно ждете такие, знаете, старенькие запросы, я их обязательно сниму. Ну все, с наступающим Рождеством, с наступающим Новым Годом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Oh, you're so sweet. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...